Поговорим и о другой опасности, которой могут подвергнуться наши дети не только в дни школьных каникул. О правильном их поведении на дорогах, о правильном поведении взрослых на дорогах, говорим с Ильей Валиевой, начальником отделения по Вахитовскому району ОГИБДД ОМВД по Казани. Доброе утро, Илья. Доброе утро. Илья, ну и первый вопрос касается перевозки детей в автомобиле. Какие правила? И мы знаем, что есть какие-то изменения. Расскажите, пожалуйста, про них. Да, за последние изменения в правилах дорожного движения произошли по постановлению правительства 761 от 26 июня 2017 года по пункту 22.9 по перевозке детей до 7 лет. Получается, они должны перевозиться в детских удерживающих устройствах или защитой, которая ISOFIX называется, да, то, что получается уже в транспортных средствах они должны установлены быть. Плюс, который соответствует весу и росту ребенка. С 7 до 11 лет также, может быть, должны быть пристегнуты детскими удерживающимися устройствами. А на переднем сидении также, если у ребенка уже передвигается, тоже, да, должно. А на переднем сидении это тоже из какого-то возраста разрешено, по-моему, да? С 11 лет можно будет уже. И уже без удерживающего устройства? Нет, без кресла. Тоже в кресле? Конечно. Так, а при каком возрасте у нас ребенок может ездить без кресла? На переднем сидении. Да. В вашем возрасте уже можно. Хорошо. Что он и делает, да. Нарушение, да, оно совершено, какие наказания за это могут последовать? Административная ответственность за данные нарушения в размере 3000 рублей, получается, да? Ну, это штраф. Это штраф, да. Ну, при других последствиях, если пострадали дети, например, да, если ДТПС пострадал, то там даже может быть лишение водительского удостоверения. Также уголовная ответственность возможна. Ну, это уже в самом таком, наверное, тяжелом случае. Совсем тяжелом случае, да. Если, например, погибший ребенок есть по вине водителя. Да, еще вот часто такая проблема бывает, то, что, ну, вот, мама с ребенком ехали мимо магазина, как будто бы, но решила заехать в магазин, на минутку забежать и оставила ребенка в машине. Ну, бывают такие случаи, и мы знаем, что, к сожалению, они иногда заканчиваются, ну... Да, бывают. Трагически, да. Особенно летом, когда жара, душно. Да, давайте поговорим об этом. В каком возрасте, ну, можно оставлять ребенка в машине? До семи лет, как раз вот в этом постановлении правительства, которые изменения внесли, до семи лет в транспортном средстве ребенка совершенно нельзя оставлять, как вы сейчас заметили, да. Бывает, что на минутку оставляют, да. Форс-мажорные обстоятельства бывают, да, что задержались или еще что-то. Ребенок испытывает страх непонятный, да, получается, как так. Мама нет, папа нет. То есть это даже не обязательно в жаркую погоду, допустим, забыть? Нет, это даже психологически как... Психологические травмы, да, ребенка получается, получает он. И в жару, естественно, это жарко ребенку. Получается, в холод он может замерзнуть. И, естественно, другие последствия. За это тоже предусмотрен штраф. Вот, давайте об этом поговорим. Штраф, конечно, не такой большой, да, в размере 500 рублей, но думаю, что жизнь и здоровье своего ребенка намного важнее. Безусловно. И психологическое здоровье в том числе. Конечно, да. Ну, а как это контролируется? Ведь сотрудники ГИБДД не ходят по парковке торговых центров, да? Это случайно какая-то находка, скажем так? Кто-то фотографирует и отправляет бдительные граждане. Вы знаете, у нас периодичностью бывают рейды, рейды, да, это раз. Выявляются такие граждане, да? Ну, бывает так, что, как вы сказали, бдительные граждане тоже бывают. Да, может быть, вот сейчас и стоит обратиться, да, что вот в таком случае, если, допустим, увидели, ребенок сидит в машине, то нужно ли как-то реагировать посторонним людям? И куда обращаться? Дежурная часть 533-900 всегда услышат и придут на помощь, так будем говорить, да? Да. Ну, и еще одна тема, еще одна тема, которая тоже важна. Во время каникулы вообще в принципе, потому что сейчас весна, лето, и будет много детей вечерами гулять, в том числе и вдоль дорог. Мы помним, что должны быть свето-возвращательные... Ну, в темное время суток мы имеем в виду. Да, да, да. Должны быть свето-возвращательные элементы на одежде. Насколько сегодня эта проблема актуальна? Используют ли люди эти элементы? Вы знаете, даже когда проводится комиссия по безопасности дорожного движения, да, в последний раз, вот когда проводилась, да, неоднократно уже эту задачу ставит не только госавтоинспекция на уровне руководства, то, что в правительстве имею в виду, что у каждого даже ребенка должно это быть. Свето-возвращающие элементы можно приобрести в любом месте, уже это такой степенедоступный элемент, который, ну, рюкзак даже есть, вот в школьное время уж я имею в виду, но рюкзак. На одежде можно приклеить, они очень хорошо приклеиваются, да, какие-то брелочки, то, что, говорится, мы должны быть заметными всегда, получается, от этих элементов элементарных, которые, ну, не так дорого стоят, да, зависит жизнь человека, потому что если они есть, водитель, получается, видит человека сдали уже, то, что, да, более 100 метров, да, видит, и он может среагировать и остановиться вовремя. Ну что ж, и самое главное, что это просто доступно, недорого, и это спасает жизни людей. Да. Олег, спасибо вам большое, товарищ капитан, мы вам желаем успехов в работе. Спасибо. Поменьше работы я бы так пожелала. Да, 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 пресекать все нарушения, и пускай у нас у всех будет все хорошо, в том числе и на дороге.